Всех благодарю за обратную связь Начинаем мы наш вебинар с календаря событий И вот только что у нас были опубликованы данные по деловой активности в промышленности Германии Сейчас мы об этом поговорим немного И через час у нас будет отчет по Великобритании розничные продажи И также у нас данные по продажам жилья на вторичном рынке за март в США Сейчас были опубликованы отчеты по Германии Также были недавно опубликованы отчеты и по второй крупнейшей экономике еврозоны И коротко об этом поговорим, потому что данные интересные и важные И немецкий PMI промышленно вышел чуть лучше в конце концов прогноза И в принципе на это можно было рассчитывать Поскольку у нас очень сильно в апреле вырос индекс ZW Здесь динамика этого индекса на ваших мониторах видна И мы видим очень сильный рост в правой части графика Максимальный уровень за два года И это все указывало на то, что деловая активность в Германии возрастает И поэтому можно было сегодня рассчитывать и на хороший PMI промышленный Потому что он тесно коррелирует с ZW И вот буквально несколько минут назад промышленный PMI был опубликован И данные действительно вышли чуть лучше в конце концов прогноза При этом, если посмотреть на другой показатель PMI уже по сектору услуг То тут вышло снижение хуже, чем и в предыдущем месте и по консенсус прогнозу Если смотреть по французскому показателю То в промышленности в секторе услуг здесь во Франции зафиксирован рост И таким образом здесь можно сделать выводы, что данные Они позитивные для еврозоны И здесь, на мой взгляд, вот эти данные, они поддержку евро не окажут Хотя вроде бы звучит так парадоксально Если данные хорошие, значит это хорошо для валюты Но здесь немножко другая вот ситуация Здесь ситуация, как и в японской иене происходит То есть если там выходят хорошие данные по экономике, деловой активности То есть если фондовый рынок на это реагирует хорошо, то иену продают Потому что иена у нас так называемая валюта фондирования Которая используется в carry trade операциях И вот такие парадоксы в Японии происходят Многие хорошие отчеты по японской экономике Они вызывают рост японского рынка фондового Акции покупают, что логично И при этом вызывают снижение иены, что вроде бы как нелогично Но нелогичность вот именно в этой ситуации с валютой фондирования и заключается И в евро у нас та же самая картинка Хорошие данные, это хорошо для фондовых площадок европейских ДАКС-30, Индекс Германии и КЭК-40 Которые вчера росли и я думаю сегодня рос продолжат И получается это плохо для евро Поскольку евро это валюта фондирования номер два после японской иены Японская иена номер один Евро валюту номер два И это все сделал ЕСБ в конце 2014- начале 2015 года Когда сделал евро валюту фондирования Поэтому вот здесь такой вроде бы с одной стороны парадокс Но ничего в принципе такого парадоксального нет Так у нас встроен рынок Все что хорошо для рисковых активов, плохо для валюты фондирования Поэтому здесь я думаю, что у нас вчера был хороший рост на площадках фондовых СНП 500 вчера стабильно рос весь день И вот мы говорили об этом, что тут надо смотреть на СНП Либо он будет расти только первый час и это фактор плохой Либо он будет расти весь день и это хорошо Значит все таки проснулись американские инвесторы И решили рынок все таки раскачать И здесь вот вчера у нас был очень хороший день Жирная бычья и свечка Закрыли день на максимуме за последнюю неделю Уверенно закрыли выше средней по буллинджеру на дневках И теперь получается у нас ближайшее сильное сопротивление по СНП Это наклонная линия, которую можно построить по максимумам 1 марта, 15 марта и 5 апреля И она у нас сейчас проходит на отметке 2366 по СНП То есть от текущих уровней это почти 8 пунктов вверх Поэтому небольшой рост по СНП еще может быть как минимум Может быть даже будет и пробой этой линии и рост ускорится Ну берем пока первый сценарий, что дойдем до этой линии И там будет фиксация прибыли Поэтому здесь получается СНП еще может сходить вверх Особенно в американскую сессию, когда торги откроются в 16.30 в Нью-Йорке на биржах И соответственно здесь и для индексов Европы это хорошо И плюс хорошая статистика Поэтому для евро ситуация вот такая вот нехорошая И сейчас у нас такая же картинка и наблюдается То есть данные были опубликованы И в 10.30 по Германии котировка была у нас 1.07.34 Сейчас 1.07.27 То есть на таких вот вроде бы хороших новостях На 7 пунктов евро снижается сейчас в текущие минуты И это все логично Вот как раз это самая тенденция Рисковые активы и безопасные активы Поэтому сегодня я думаю, что у нас будет снижение пары евро-доллар И мы будем снижаться к нижней по Болинджеру на часовиках Это 1.06.92 У нас есть и средняя граница по Болинджеру на дневках 1.06.86 То есть вот где-то в этой области пара может нащупать поддержку Либо 0.06.92, либо 0.06.86 И за счет того, что рисковые активы растут То безопасные активы будут снижаться И вот мы будем снижаться именно в эти области Плюс, что еще плохое для евро Это то, что какая-то начинается нестабильность во Франции Тут уже вроде как и намеки на теракты Вчера перестрелка была в Париже Ответственность ИГИЛ взяли на себя за эту перестрелку И все это происходит перед выборами Первый тур президентских выборов в воскресенье Может быть он будет финальный Может быть будет второй тур 7 мая И вот такая ситуация у нас с Абресом начинается То есть это в принципе тоже фактор такой плохой Плюс еще вчера СМИ стали раздувать тему на то Что у второй тур президентских выборов Могут выйти два кандидата Которые выступают за выход Франции из состава ЕС То есть они хотят так же как и по аналогии Великобритании Провести референдум и выйти из ЕС Может быть это правда Может быть это вранье Потому что СМИ они много мрут И им надо сочные красивые заголовки Чтобы их читали Но суть здесь в том, что рынок на такое вранье тоже реагирует И так вот просто спекулятивно Могут пунктов на 50 легко рынок опустить вниз Вот якобы на этих опасениях Может быть эти опасения и подтвердятся А может быть это вранье Но рынок на это реагирует И здесь тоже факт такой Больше минуса для евро чем плюс И если смотреть по технике То у нас пока ничего в принципе интересного нет ADX и на 4 часовках у нас флетовые А на дневках трендовая область Значение 36 При этом если смотреть допустим на RSI То у нас RSI еще дивергенцию по 4 часовкам Вчерашнюю не отыграл до сих пор Хотя вроде бы снижаемся И здесь дивергенции на 4 часовках отыгрываются Чтобы RSI ушел в идеале конечно на 30 Но хотя бы на 50 То есть в середину диапазона Сейчас значение 58,3 То есть еще можно корректироваться То есть дневки показывают Что может тренд вверх продолжится Но все равно должна быть коррекция Коррекция поэтому Поскольку только на одном таймфрейме Из трех у нас есть тенденция вверх И у нас есть диверг по 4 часовкам Который до сих пор не отработан Но начинает отрабатываться То здесь получается Вот суммарно Эти факторы Если сложить воедино То получается Что снижение может быть Вот в области Это самый средний По болинжеру на дневках 0,686 плюс-минус А там уже Может быть дальше будем падать Может быть и вверх пойдем Это вот Если все суммировать технику с фундаментом Поэтому здесь В паре евро-доллар Лучше продавать И фиксироваться Вот где-то 0,690 Плюс-минус Пару пунктов Уважаемые коллеги Задавайте Пожалуйста Свои вопросы По паре евро-доллар И я на них С удовольствием отвечу ЕЦБ сокращает объем выкупа Как это будет отражаться На паре евро-доллар Сергей Благодарю вас за вопрос Вы знаете Честно говоря Я не встречал такой информации Что с 27 апреля ЕЦБ будет сокращать объем выкупа Если какая-то информация Появилась Может быть Я ее пропустил Поэтому Пока не могу сказать Может быть Это слухи какие-то Что касается Как это может отражаться На паре евро-доллар То здесь конечно Лучше бы почитать Поподробнее Я честно говоря Пока эту информацию не видел Поэтому пока не могу Никак сказать Как жить дальше Жить дальше Можно И хорошо И интересно И весело Поэтому я думаю Переживать За это не стоит Если у вас какие-то Причины и проблемы То Наверное Лучше задать их Другим специалистам А что касается Как жить дальше Допустим В трейдинге То каждый день Нам какие-то возможности Преподносит Я думаю Что Все у нас Может быть Хорошо Теперь поговорим О Великобритании Которые Вроде как тоже пытаются Снижаться Но Достаточно так вяло Вчера мы падали К 27.87 Сейчас 28.12 Пока Тоже стоим Во флете И здесь Сегодня у нас Получается Отчет По рынку труда В Великобритании И здесь Есть Два сценария Как можно торговать Первый сценарий Это самый такой Безопасный Дождаться Выхода данных В 11.30 И у нас Что получается У нас По Концентусу Прогноза Сегодня Значение В годовом выражении Потому что Надо сравнивать Год с годом Это Значение У нас 3,3 То есть Именно Такой рост По отношению К предыдущему Году То есть К марту Месяцу Таким образом Если у нас Будет значение Лучше Чем И Концентус Прогноз И В предыдущем Месяце В предыдущем Месяце Тогда Пара Сходит На Сопротивление 28.65 Или даже Выше А если Допустим 3.2 3.1 3 процента Тогда Будет падение Достаточно Такое Сильное На мой взгляд И Пара Упадет На 1.2720 Вот В эту область Это Первый Такой Сценарий Самый Такой Безопасный Второй Сценарий Это Можно Войти до Выхода Данных И Данных Потому Что Есть Два Показатели Это Доходы Населения Средний Заработок Который уменьшается Темп роста То есть Сам Средний Заработок Не уменьшается Но Раньше Денежек В кармане Было Больше Сейчас Их Количество Прибавляется Не так Быстро Как Раньше По Фунту В неделю Докидывали То теперь По 1 фунту В 2-3 недели Добавляют И Соответственно Здесь Чем Темп этот Меньше Тем хуже Для Расходов Розничные Продажи Это Расходы Второй фактор Это Многие Жители Западные Западные Страны Они Активно Используют Кредитные Карты Для того Чтобы Расплачиваться По Своим Покупкам В принципе Это И в странах СНГ Тоже Используются И практикуются Но не так Активно Хотя С каждым годом Увеличивается Объем Кредитных операций По кредитным Картам Но Тем не менее В зарубежных Странах Это Очень активно Развит И Соответственно Посмотрев На показатели Кредитования Потребительского Можно тоже Понять Что у нас С расходами Если потребительское кредитование Увеличивается Значит расходы увеличиваются Потому что люди берут Зачем кредиты Не просто же так Чтобы взять кредит И держать его под подушкой Люди берут кредиты Чтобы что-то купить А что-то потратить И Соответственно Здесь можно посмотреть И я смотрел Накануне данные По потребительскому Кредитованию И Там Темпы Также замедляются Объемы кредитования Причем замедляются Очень сильно Порядка 20% В годовом выражении То есть В начале 16-го года Брали кредиты Гораздо чаще И больше Чем сейчас Сейчас меньше И Как раз Вся эта такая тенденция Вниз Началась именно После рекрендума Вот этого самого Брекзите И Видимо Люди стали Меньше брать кредитов Меньше кредитоваться То есть Они видимо Чем-то наполнены И их можно в принципе понять Потому что Какая-то такая Нестабильность Неопределенность До сих пор Присутствует Поэтому Здесь и получается Что В марте И феврале Было падение Объема потребительского Кредитования Это тоже косвенно указывает На то что Сегодня данные могут быть Все хуже Консенсус прогноза Сегодня Еще плюс статистика из США И данные по продажам Ждя на вторичном рынке Я думаю Здесь наоборот Данные будут лучше Консенсус прогноза Потому что Во-первых В феврале Было сильное падение И Поскольку Доходы населения В США Наоборот Они растут Если в Великобритании Темп рост снижается То в Америке Темп рост ускоряется То есть Обратная картинка Получается И В Америке Темп рост доходов Превышает инфляцию А в Великобритании Он находится На уровне инфляции То есть Получается Что В Великобритании Все равно нулю То есть А в Америке Там хоть и небольшой Но реальный доход Есть То есть Доходы По темпу роста Превышающий Темп роста инфляции Это реальные доходы И это здорово То есть Почему это здорово Потому что Будет увеличение расходов И Также на это Косвенно и показывает Показатель Который у нас Был Публикован На этой неделе Это Данные По Объему Водных разрешений Строительства Здесь также В понедельник У нас был очень хороший Отчет Очень сильный рост То есть Это тоже все Косвенно подтверждает Что у людей В Америке Есть интерес К рынку Инвежимости И Здесь еще В чем будет интерес У американцев Вторичное жилье Это уже готовое жилье И В Америке Что Новостройки Которые строят Что Готовое жилье Которые покупают В основном За ипотеку Редко За наличность И ипотечные ставки Они зависят От процентов Ставок ФРС Соответственно Здесь получается Что Риэлторы Которые продают жилье Они также Людям говорят Что Давайте Покупайте лучше сейчас Пока ФРС Ставки Еще не повысил Либо Пока ФРС Сильно Ставки Не повысил Потому что Ваши кредиты Будут намного дороже И У нас Было в марте заседание ФРС 15 числа Было повышение ставки И Здесь тоже можно ожидать Чтобы до этого заседания Был всплеск По продажам жилья Потому что Люди тоже Прекрасно понимают Что лучше купить До повышения ставок Чем покупать Уже после Потому что Кредиты дороже И Соответственно Лучше покупать На более Выгодных условиях И плюс Эти же самые риэлторы Будут их и дальше Подталкивать Потому что Будут говорить Что смотрите ФРС Еще готов повысить ставки Там два Или три раза В этом году Но пока ориентир на два раза И таким образом Это еще полпроцента К вашему кредиту Добавится Поэтому Лучше берите И допустим В марте И в апреле У вас будет кредит На полпроцента ниже Поэтому Тут И получается Что Можно ожидать Спроса Значит За счет того Что вот люди Будут покупать жилье Опасаясь Рост ставок ФРС И люди будут покупать жилье За счет того что доходы Их выросли Поэтому Получается что С высокой Такой долей вероятности Данные По Британии Будут плохие По Америке Будут хорошие И тогда Пара фунт-доллар У нас я думаю Пойдет Обновлять Минимум Который у нас Был 19 апреля Это 1.2769 Мы его еще Пока не обновили И я думаю Что сегодня Шансы обновить Они очень высоки От текущих уровней Это потенциал 50 пунктов вниз Поэтому Я думаю Что пора надо продавать И ждать Снижения котировок Вот у нас Евро потихонечку падает Мы говорили Что 1.0727 Сейчас 1.0720 Уже еще На 7 пунктов вниз То есть Вот как раз Вроде бы такой парадокс Новости хорошие А евро снижается И люди Которые Не знают Не имеют понятия о том Что есть Рисковые активы Безопасные Они будут говорить о том Что смотрите Новости вышли хорошие Евро падает И весь ваш Там Анализ Фундаментальный Это бред К американским Трежерис И к немецким Бундесам То есть это тоже сигнал На разворот До этого они росли И тут стали разворачиваться И очень сильно Развернулись То есть рынок облигаций Также развернулся Вчера развернулся И рынок облигаций Обычно Обычно Развернулись Развернулись На неделю На неделю На ближайшие Даже я бы сказал Месяц Не менял Я по-прежнему Жду Что к лету То есть вот Оставшийся Апрель И начало мая Пара будет сильно падать И пока жду 1.03.03.39 И жду это вот Где-то в мае В конце мая Вот так вот После этого Наверное Все Особо сильно Больше падать Либо Это будет К середине июня К середине июня Когда будет станет ФРС Что пытается Обосновать То Здесь Какое обоснование Обосноваем Но очень простое То что ФРС На мой взгляд В июне Это у нас Вроде будет Сейчас посмотрю 14 число Я думаю ФРС Ставки повысит И то Что вот Мартовское повышение Проигнорировали Здесь уже Рынок не сможет Проигнорировать Потому что Повышение на полпроцента Это очень серьезные Изменения По доходностям И капитал пойдет В американские Трежерис И будут покупать доллары Это первая причина Вторая причина Которая подтверждает Первую причину Это Есть рынок Лайбр Рынок Межбанковского кредитования Лайбр Это ставка Под которой Банки друг другу кредитуют И Там Банки кредитуют Друг друга Под разные валюты Доллары Евро Фунты И так далее И ставка На межбанковском рынке На доллар Она растет То есть Когда ставки растут По какому ли причине Потому что Есть спрос на доллар То есть Кому-то нужны доллары И они готовы Занимать Под более высокую ставку Поэтому Здесь Какая Суть Из этого всего Суть в том Что Ставки Лайбр Они являются То есть Опережающим индикатором И дальнейших действий ФРС То есть Ставки Лайбр Они Стали расти Еще В начале Там В середине 15-го года И в конце 15-го года ФРС ставки повысил То есть За полгода До повышения ставок ФРС Там началась Хорошая тенденция К росту То есть Лайбр Где-то За полгода Показывает Что Может сделать ФРС Лайбра растет Растет стабильно По доллару Поэтому Здесь я думаю Что Вот именно Эта тенденция И вызовет Укрепление Американского доллара Плюс Третья причина Это Чисто сезонный фактор Может это бред Может быть и нет Но статистика Вещь упрямая Она указывает на то Что В мае доллар Практически Всегда растет За редким исключением То есть в мае доллар Покупает Поэтому Вот Три такие причины Которые Мне Указывают на то Что Будет Падение И падение Сильное Может быть Допустим Такой сценарий Что немного не дойдем до 0.339 Допустим Остановимся на 0.4 Такой может быть вариант Но Я смотрю Вот Туда Пониже Поэтому Здесь Не только Была перспектива на неделю Я вот смотрю Вот так вот До лет Кому выгоден Дорогой фунт Что касается Кому выгоден Если прямо вот Называть по именам Честно говоря не знаю Может быть Сорусу выгоден Если он фунт купил Может быть еще кому-то Выгоден ли дорогой фунт Экономике Великобритании Тут Можно смотреть По-разному С одной стороны Это выгодно Производителям Промышленности Наоборот Невыгодно Дорогой Курс Британской валюты Потому что Экспорт А импорт Увеличивается Получается Это плохо С другой стороны Если фунт постоянно падает Это бесит население Беспокоит И это уже Нестабильности Социальные Политические И так далее И тоже Этого никто не хочет Поэтому Здесь Вроде бы Если курс Немножко подрос Это хорошо Для населения Если же курс Очень сильно упал Это хорошо Для экспорта Но плохо Для населения Плюс это Может вызвать Сильный рост инфляции И из-под контроля Все это дело Выпустить Поэтому Здесь наверное Выгоден Какой-то Примерно Баланс И Баланс Я думаю Это как раз Тот самый диапазон В котором мы стоим Это 1,20 1,30 Я думаю Такая отметка Будет выгодна всем И населению И производителям И так далее Что касается Почему фунт вырос На мой взгляд Этот рост Который был во вторник 18 апреля Он спекулятивный И здесь За ним ничего не стоит Кроме как банальная спекуляция Почему Была такая спекуляция Здесь Я думаю Они вызваны движениями роботов На рынке много торговых роботов Они задрали рынок вверх И Вот здесь На мой взгляд Может быть я не прав Вот у меня такая версия Теперь поговорим о Паре доллар и иена Здесь я думаю Что Можно сегодня ожидать Роста Роста в область 110 Психологический уровень Потом Лучше закрываться Потому что Сегодня пятница 110 уровень психологический И там Могут позакрываться Все крупные участники И пара может Откорректироваться Сильно вниз Текущая котировка 109.22 Мы возле средней По буллинжеру На часовиках стоим И я думаю Либо начнем рост Прямо отсюда Либо Пара уйдет На нижнюю По буллинжеру На часовиках 109.01 И после этого Уже пойдет вверх То есть Сегодня можно покупать Цель Это 110 Психологический уровень Выше лучше не смотреть В целом Сейчас есть спрос На рисковые активы Тут и фондовые рынки Растут в Азии Особенно хорошо Вчера мы говорили Что и вчера И позавчера Корреляция По-прежнему Она Раскорреляция Точнее была Это между фьючерсом На Nikkei И парой И доллар и иена И вот сегодня Она уже практически Даже не сегодня А вчера вечером И сегодня Она уже практически Завершилась Это раскорреляция Теперь корреляция Вернулась на прежние Скажем так Как уровни То есть корреляция Есть Она прямая Между фьючерсом На Nikkei 225 Это фьючерс На фондовый индекс Токийской бирже И парой Доллар и иена Оба инструмента Растут И оба инструмента Падают Вот такая у них корреляция И здесь Получается Поскольку Азиатские площадки Хорошо выросли И Китай И Японии И другие рынки И плюс СНП вчера сильно вырос Особенно Что хорошо Вчера в Америке Было то Что больше всех Выросли акции Компании Малой и средней капитализации Это очень хороший сигнал Для быков Потому что Это так называемые Самые такие Рисковые активы Из рисковых активов Компании Малой капитализации Они Очень сильно растут В хороший период Очень сильно падают В плохой период То есть у них большой риск Если Трейдеры Инвесторы Спекулянты Их покупают Значит Они верят Верят В какое-то светлое будущее Может быть Очень короткое будущее На один день Может быть Такое более длительное будущее Но они верят И это хороший сигнал Что тенденция Будет продолжаться И Здесь Получается Что именно основная причина Это сегодня Вот именно такая Это спрос на риск Который Дальше двинет пару вверх Поэтому Здесь У нас пока Небольшой такой флет Рисуется И я думаю В самое ближайшее время Завершится И пара пойдет вверх И вот 110 Или 109.90 Минус 10 пунктов До психологического уровня Здесь лучше Закрываться Также Есть Вот сегодня сигнал по золоту Вчера говорил Что Лучше дождаться По золоту Закрытие часа Ниже чем 1273.93 Пока Мы не закрылись Пока Станем во флете И поэтому по золоту Лучше дождаться Именно вот этого сигнала То есть С одной стороны Если рисковые активы Растут Это плохо для золота Но золото Пока стоит во флете И кто его знает Может так и будет стоять во флете И Ничего здесь не получится А если вот он Закроет час Ниже чем 1273.93 То тогда начнется Хорошее движение Вниз Тогда можно золото Продавать Поэтому по золоту Тоже Есть Высокие шансы Нападения Но лучше дождаться Закрытие часа Ниже 1273.93 И это Минимум 19 апреля По нефти Мы Вроде как Тоже Пытаемся падать Но пока до цели не дошли А цель Это Вчера была озвучена По бренд 52.95 Поэтому Цель Это по-прежнему актуальна И я думаю Что мы ее сегодня можем увидеть Сейчас 53.30 То есть В принципе не так уж Много осталось Падаем Потихонечку Я думаю Что скоро до этой цели дойдем То есть По нефти обновим Минимум Который был также 19 апреля 52.95 Так Еще Какие интересные сегодня инструменты Я бы вот выделил пару Доллар Американский Доллар Канадский Я уже говорил Что там готовится Такая тенденция Хорошая к росту И Здесь По-прежнему Сигналы очень хорошие Мы сильно росли Вошли в очень узкий флет Этот узкий флет Обычно Заканчивается Практически Всегда За очень редким исключением Сильным выносом Дальше вверх И Тут Прямо ждать осталось Недолго По валютной паре И Также здесь можно покупать Прямо на текущих уровнях Потому что мы стоим Около нижней границы флета И Можно поставить Бай лимит На 1.3445 Это На Случай того что будет Ложный кол Нижней границы флета То есть Может быть Ложный прокол После этого Быстрый возврат И дальше движение вверх А цели Это 1.3597 То есть От текущих уровней 130 мук Вверх Но эта цель Она может быть как сегодня Допустим Сегодня пятница Может быть сегодня резкое движение Легко прям То есть сегодня может Пара сходить А может быть это затянется Допустим Набираемся силы Отдыхаем И в понедельник 24 апреля Возвращаемся к торговле И Я вас всех буду ждать На вебинаре Ежедневные обзоры Допустим Продолжение следует...